Если я часто простуживаю, значит ли это, что это кармическое проявление? Понимаете, простуда – это реакция организма на вывод шлаков и ядов. То есть, если вы часто простуживаетесь, это можно сказать своеобразным языком «хорошо». Это значит, что все яды и шлаки не останутся в вашем организме, а будут выведены через нос или другие выделительные системы. А вот чтобы не простуживаться, нужно вести такой образ жизни, чтобы в вашем организме не накапливались шлаки и яды. Поэтому для меня, как для целительницы, слова «простуда» вообще не существует. Существует понятие «перманентная очистка организма от шлаков и ядов», чтобы вы не были стареньким и страшненьким. Бывают заболевания. Допустим, что-то с носоглоткой или какие-то другие серьезные заболевания в организме. И в связи с этим может казаться, что есть простуда. Но в каждом конкретном случае надо разбираться. Поэтому подытожим. Простуда – это вывод шлаков и ядов из вашего организма. И давайте на этом остановимся. Если хотите каких-то более подробных рекомендаций или пояснений, пожалуйста, на проект «Реконструкция» там разберемся, в связи с чем у вас простуды. Можете еще готовить? Конечно. Был такой питерский йог Рыжов, и он говорил, что у человека начинается простуда, когда он начинает врать. Это такая типа кармическая взаимосвязь. Но надо не забывать, что врать можно окружающим, врать можно себе, врать можно Богу. То есть вранье будет разного типа. Кроме того, если у вас здоровый организм, если вы о нем заботитесь, правильно питаетесь, то у вас этого не будет. То есть карма за ваш образ жизни. Как вы к телу обращаетесь, так оно и будет с вами обращаться. То есть так оно будет и жить. Если оно ослаблено, оно начинает болеть. То есть а что такое болезнь? Это процесс самоочищения только через какой-то более жесткий механизм. То есть тогда, когда у вас насморк, у вас чистится носоглотка, слизь уходит. Когда кашлят, из легких что-то выкидывается. Поэтому это вопрос чистки, но организм уже не может чиститься обычным способом. Через поры, через печень, через что-то еще. Он начинает чиститься уже таким более жестким способом. Так что с какой-то стороны, конечно, это и карма. То есть карма того, что вы не в состоянии поддерживать тело в нормальном состоянии. То есть понятие нормы этой вещи у нас сейчас неправильно расцениваемое. И если бы у вас организм действительно был бы в норме, ему не нужно было болеть. Он очищался бы мягкими способами. Если вы занимались чистками, например, по йоговской системе или какой-то другой. То есть организму это было бы не нужно. То есть в каком-то смысле это карма. Карма за неправильный уход за своим телом. То есть карма, которая происходит с вами сейчас. Ну плюс карма, потому что вы получили свое физическое тело от родителей. Вот у родителей тоже генетика имеет определенную силу. Соответственно, если вы хорошо бы занимались темой прошлой жизни, были бы такие родители, у которых такая генетика, что вы могли бы и не болеть. Ну потому что карма, она практически во всем. Прошлого карма, карма настоящего. Практически все можно связать с судьбой. Продолжение следует...